Электрические явления Прежде всего, давайте с вами обратимся к вопросу о том, что такое электричество. Слово «электричество» употребляется нами очень часто. Мы используем это слово тогда, когда зажигаем свет, тогда, когда обсуждаем работу каких-то приборов. И в быту, и в технике используется понятие «электрический». Само слово «электрический» происходит от греческого слова «электрон», что в переводе означает «янтай». Поэтому можно говорить о том, что все электрические явления — это явления янтарны. Конечно, это совсем не так. На сегодняшний день уже можно говорить о том, что эти явления связаны совсем иными какими-то видами материи. Но осталось название, и поэтому мы его используем. Первые наблюдения электрических явлений относятся к V-VI веку до н.э. Некоторые историки считают, что Фалес Милецкий, древнегреческий философ, первым пронаблюдал электрическое взаимодействие. Что же он пронаблюдал? Он взял янтарь, потер его о мех, приблизил этот янтарь к малым телам. Это были какие-то пушинки, перышки. И увидел, как эти небольшие предметы притягиваются к янтарю. Вот отсюда и пошло название янтарное, электрон, электрическое взаимодействие. Вообще слово «электрический» как раз и обозначает притяжение малых тел к потертому о мех янтарю. Вот что такое электрический. На сегодняшний день мы можем с вами эти опыты повторить. Например, мы можем с вами пронаблюдать, как притягиваются небольшие тела к потертому, а другое какое-то тело, какого-либо предмета. Давайте с вами об этом и поговорим. Итак, мы возьмем с вами нарезанную бумагу, мелкие кусочки, насыпем на столе. Посмотрите, пожалуйста, вот они здесь у нас рассыпаны. Берем стеклянную палочку, возьмем лист бумаги. Значит, стеклянная палочка у нас в данном случае это как раз кусок янтаря как бы, а лист бумаги — это мех. И вот если потереть их друг от друга, бумагу и стеклянную палочку, приблизить стеклянную палочку, мы видим с вами, как взаимодействуют между собой маленькие предметы. Если бы здесь на столе лежали какие-либо другие небольшие предметы, то мы бы с вами увидели, что они точно так же притягиваются к этой палочке. Обращаю ваше внимание на то, что вот этот процесс впервые был достаточно хорошо объяснен только в XVI веке. Тогда высказано было предположение, что существуют различные виды электричества и что эти виды электричества между собой взаимодействуют. А вот слово взаимодействие и электрическая сила появилось в середине XVIII века и связано это с именем американского ученого Франклина. Обращаю ваше внимание на то, что именно Франклин впервые предложил, ввел такое понятие, как электрический заряд. Что же такое электрический заряд? На сегодняшний день мы можем с вами сказать, что это физическая величина, которая характеризует величину взаимодействия заряженных тел. То есть то, что мы с вами сейчас пронаблюдали, притяжение маленьких кусочков бумаги к палочке, это и есть проявление электрических сил. А вот величину, то есть как велико это взаимодействие, характеризуют нам электрические заряды. Давайте посмотрим другие эксперименты, связанные с взаимодействием заряженных тел. В первую очередь мы с вами возьмем стеклянную палочку, проведем тот же самый эксперимент, потрем. То есть в результате трения мы обеспечиваем действие и проявление электрических сил. Прикоснемся к металлическому стержню. И вот что мы с вами сейчас будем наблюдать. Посмотрите, как лепестки бумажного султана, вот этот прибор называется бумажный султан. Нарезанная бумага скрепляется между двух металлических дисков. И вот когда мы с вами подносим палочку, когда мы касаемся к этому стержню, то мы видим, как лепестки поднимаются, как они располагаются таким шаром вокруг этого самого стержня. Что же это мы с вами сейчас пронаблюдали? Вот это явление стали называть электризацией. Что же такое электризация? Необходимо отметить, что электризацией называют разделение электрических зарядов в результате тесного контакта двух или более тел. Вот смотрите, сколько у нас сразу возникает здесь вопросов. Это и электрический заряд, и взаимодействие тел. Как же это все вместе, так сказать, увязать? Ну, можно сказать о том, что в дальнейших уроках мы с вами рассмотрим, каждое в отдельности действие. А сегодня мы можем с вами сказать, что в данном случае разделение электрических зарядов, электризация, может происходить несколькими способами. В результате различных экспериментов стало ясно, что в данном случае мы из них пронаблюдали несколько видов. Это, конечно же, электризация, разделение зарядов при помощи соприкосновения, тогда, когда бумага соприкасается со стеклянной палочкой. Второй вид электризации, когда уже одно из тел наэлектризовано, мы прикасаемся им к металлическому стержню. Вот тем самым мы наблюдаем, так сказать, наэлектризованность тел при косновении. И следующий опыт, который мы с вами посмотрим, это так называемая электризация наведения. Для этого мы с вами сделаем следующее. Мы возьмем с вами линейку, вот она. И эту линейку я поставлю вот сюда, сверху на султан. Для того, чтобы убрать лишнее электричество, прикоснусь к стержню, и, соответственно, лепестки нашего султана опустятся вниз. Итак, посмотрите, пожалуйста, линейка остается в состоянии покоя. Если взять опять стеклянную палочку, взять лист бумаги, который мы с вами используем, произвести электризацию трения и приблизить эту палочку к линейке, линейка приходит в движение. Мы можем заставить эту линейку двигаться в другую сторону. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим, как это произойдет. Вот, если я линейку поднесу, то мы видим с вами, как начинает двигаться линейка в противоположную сторону. Обратите внимание, что до линейки я стеклянной палочкой не касаюсь. И это говорит о том, что существует электризация, разделение электрических зарядов способом, который носит название наведения. Обращаю ваше внимание также на то, что мы с вами уже обсудили вопросы, связанные с тем, что существуют электрические заряды. И для того, чтобы обсудить возможность того, какие заряды существуют, конечно же, необходимо, чтобы прошло какое-то время. Поэтому первые исследования значений зарядов уже относятся к концу XVIII века. В конце XVIII века ученые пришли к следующему выводу, что деление зарядов надо производить условно. То есть решено было следующее. Договорились между собой считать один род зарядов положительный, а другой род зарядов отрицательный. С этого момента стали говорить, что в природе существует два вида зарядов. Положительные и отрицательные. А вот чтобы их отличить, было решено сделать следующее. Если взять стеклянную палочку, потереть ее о бумагу, то вот тот заряд, который образуется на палочке, будет называться положительным. А если взять эбонитовую палочку, вот вещество эбонит — это резина вместе с серой перемешана, нагрета, и вот когда остывает, получается вот такой материал, который называется эбонит. Вот если потереть эту палочку уже о мех, то тот заряд, который приобретает эбонитовая палочка, будет называться отрицательным. И следующее, что необходимо было сказать, это то, что между этими зарядами есть определенное взаимодействие. То есть одноименные заряды отталкиваются, а разноименные заряды притягиваются. То есть решено было определиться следующим образом, что если два заряда положительные, то тела отталкиваются. Заряды эти отталкиваются. Если два заряда отрицательные, то они тоже отталкиваются. А вот если один положительный, а другой отрицательный, в этом случае происходит притяжение этих зарядов, этих заряженных тел. Давайте в этом случае посмотрим тоже достаточно интересный эксперимент. Итак, мы вернемся с вами к султану бумажному. Я возьму стеклянную палочку опять и бумагу, конечно же, потрем. Мы теперь знаем, что тот заряд, который образуется на этой палочке, будет положительный. Посмотрите, пожалуйста. Вот я заряжаю наш султан. Обратите внимание, что все лепестки друг от друга отталкиваются. Вот поэтому теперь необходимо сказать, вот поэтому становится ясно, почему такая форма приобретается. Потому что лепестки приобретают одинаковый заряд, отталкиваются друг от друга. И вот поэтому мы с вами наблюдаем такую картину. Можно еще ярче ее посмотреть. Если я потру стеклянную палочку и теперь начну приближать, вы видите, как отталкиваются лепестки султана. Это означает, что заряд палочки и заряд лепестков одинаковый. А раз они одинаковые, как мы с вами теперь уже точно установили, положительные, значит эти тела будут отталкиваться. То же самое можно пронаблюдать с гильзой. Если взять гильзу, вот она у нас, это металлическая фольга, подвешенная на линте. Естественно, здесь мы стараемся обеспечить, чтобы не было утечки электрического заряда. Поэтому и прикоснуться, приблизить, то что мы с вами увидим? Смотрите, приблизилась и оттолкнулась. Еще раз, давайте еще раз посмотрим. Итак, сейчас вот она отталкивается, смотрите, что происходит. Приблизилась и оттолкнулась. Вот взаимодействие. Что это означает? Это означает буквально следующее, что пока гильза просто висела, никакого заряда не было, но как только она прикоснулась к палочке, она приобрела положительный заряд и в дальнейшем уже от этой палочки только будет отталкиваться. В этом случае мы говорим с вами, что два одноименных заряда отталкиваются друг от друга. На следующем уроке мы с вами поговорим о взаимодействии, продолжим разговор о взаимодействии и будем обсуждать с вами то, каким образом осуществляется взаимодействие заряженных тел. Продолжение следует...